удаление аппендикса ампутации руки кесарево сечения все это оказывается можно сделать самому если конечно нет другого выхода иван унил кейм движимый вселенским любопытством присущим всем врачам особенно хирургом этот 60-летний парень из пенсильвании в двадцать первом году решил самостоятельно удалить себе аппендикс дабы выяснить как себя чувствует пациент во время операции под местной анестезией а заодно испытать эффективность навокаина сравнительно нового обезболивающего средства пришедшего на смену кокаину поговаривали что подобная смена анестетика резко снизила привлекательность операций в глазах пациентов окружив себя зеркалами и молодыми ассистентками доктор кейн успешно провел аппендиктомии продемонстрировав всему миру не только донимавший его отросток но и безопасность местной анестезии за которой он так ратовал общий наркоз в те времена нередко вызывал осложнения в ходе операции слов сказать то была не первая и не последняя подобная операция эвана конечно лишних аппендиксов у него не было за два года до этого он самостоятельно ампутировал себе инфицированный палец руки а спустя десять лет после удаления аппендикса провел более сложную операцию по удалению паховой грыжи и это в возрасте семидесяти лет леонид рогозов этот сосредоточенно копающийся в себе человек на фотографии подобно барону мюнхаузену вытащил сам себя из объятий смерти только не за волосы а за аппендикс события при этом развивались не в тепличных условиях оборудованной клиники а на просторах неприветливого и малопригодного для проведения хирургических вмешательств континента куда 27-летний леонид отправился в качестве врача 6 советской антарктической экспедиции во время первой зимовки на станции новолазаревская молодой врач обнаружил у себя все характерные признаки острого аппендицита поглядев вокруг себя рогозов понял что других врачей он здесь не найдет а плохие погодные условия делали невозможной его транспортировку на другую станцию иного выхода кроме как самому провести операцию призвав ассистента метеоролога инженера механика не было обезболив себя на вакаином рогозов начал операцию работать было тяжело из-за слабости и головокружения к тому же при надрезе он случайно повредил слепую кишку пришлось зашивать и и без перчаток на ощупь бросая редкие взгляды в зеркало и на бледные лица своих ассистентов для не трог за в завершил операцию длившуюся 1 час 45 минут судя по виду удаленного аппендикса без операции он был окно в течение суток впоследствии отважный врач за невероятную процедуру был награжден орденом трудового красного знамени получил мировую известность инос рамирес перес отсутствие медицинского образования стерильных условий хирургических инструментов и обезболивающих средств не помешали 40-летней мексиканки из деревни рио талио самостоятельно провести единственное в мире успешное кесарево сечение на самой себе все что потребовалось для процедуры это пара рюма крепкого алкоголя и 15 сантиметровый кухонный нож что из этих компонентов оказалось решающим сказать трудно на такой рискованный шаг инес подтолкнула то что единственная акушерка находилась далеко от ее родной деревни а присутствовавший при восьми предыдущих родах муж решивший что ничего нового он и в этот раз не увидит отсутствовал несмотря на все это женщина сделала себе 17 сантиметровый разрез вытащила живого ребенка перерезала пуповину потеряла сознание затем пришла в себя и отправила одного из сыновей за помощью через 10 дней сеньора рамирес вместе со здоровым новорожденным мальчиком была в полном порядке арон ли ралстон эта история произошла с 27-летним ароном когда он карабкался по очередной скале штата юты не предвещавший поначалу ничего плохого вылазка закончилась в одном из каньонов тем что его правая рука оказалась намертво зажатой обрушившейся скальной порой на третий день поняв что помощи он не дождется альпинист решил освободиться из плена ампутировав себе руку что он и проделал с помощью тупого перочинного ножа справившись с травматическим шоком и общей истощенностью арон потеряв 18 килограмм веса еще шесть часов после освобождения брел под палящим солнцем пока ему случайно не попались туристы из голландии которые и вызвали спасателей в 2004 году арон выпустил автобиографическую книгу 127 часов между молотом и наковальней а в 2010 году по книге был снят художественный фильм 127 часов собравший в прокате 60 миллионов долларов фильме подробно показаны этапы и трудности с которыми пришлось столкнуться путешественнику чтобы освободиться из смертельной ловушки и 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 Продолжение следует...